Раньше, да, конечно, я, наверное, писала совсем, не думая. То есть сейчас я, конечно, все равно фильтрую свои мысли. Ну да? Да, это я и фильтрую еще. Я там один мат написала, да все, она матишинница, она невоспитанная, там, бескультурщина. Ой, я пойду там, кончу бабочками, да, типа, это же сам ее ликба. А утром я ленту не читаю, чтобы не быть в шоке от самой себя. Если мужчины начнут понимать женщин, это будет полный пиздец, извиняюсь за выражение. Я даю только на третьем свидании. Женская логика такая, мужская логика такая. На самом деле нет никакой женской мужской логики. Логика она или есть, или ее нет. Если он борется от тебя после третьего свидания, это, наверное, лучше, чем после первого. Я не понимаю этого. Как бы, лично мое мнение, чем раньше, тем лучше. Как бы время, это экономия времени, на самом деле. Мне кажется, если человек вообще нашел какой-то смысл жизни, то он, наверное, болен. Вообще, значение секса в жизни преувеличено. Ой, там она не девочка, да пиздец какой, да? Мне кажется, если женщина все время попадается на такое, значит, она просто дура. Конечно, за это сейчас меня точно запролят все, за эти фразы. Ну что, дамы и господа, у нас сегодня вообще, я в пиджаке сегодня. Это вообще первый из чесноков. И с нами сегодня Санья. Я не знаю, это восходящая звезда нашего казахстанского твиттера. А в это время восходящая звезда, она замерзла сегодня, то есть это она не зажатая, то есть это она просто замерзла. Она пришла не туда, куда нужно. Вот, я ее с трудом нашел. Вот, но в целом я рад, что все равно это случилось. Санья, привет. Здравствуйте. Слава. О, ну, здравствуйте, Слава. Для тех, кто вдруг не знает, Санья пишет в твиттере, на мой взгляд, письма успешно. Если честно, я абсолютно не знал ни кто вы, ни как вы выглядите, ни сколько вам лет, и даже толком не знал, как вас зовут. Это вот уже по ходу я узнал. Пишет под, как это правильно, логином Серикава. Или Серикава, или как Серикава. Без разницы, как кому удобно. Как кому удобно. Ну, собственно, ваш твиттер, то, что вы там пишете, это действительно как тому, собственно, удобно. Ну, у нас вопросы были, я заранее спросил, что 30 минут до интервью с Серикавой, то есть, или Серикавой, ну, не знаю, я вот можно Серикавой? Да, пожалуйста, как удобно. Санья, да, то есть, вот, 30 минут осталось до интервью, и сдуру попросил, чтобы писали вопросы. Ну, конечно, в топе, пускай покажут сиськи, но я не считаю это за вопрос. Вот, а еще были, нет, ну, это, ну, я здесь при чем, вот, могу показать. То есть, это, как бы, это просьба же, это же не вопрос, то есть, вот, пишут, и Кайрат попросил, чтобы вы ему передали привет. Это вот из нормальных, передайте, пожалуйста. Кайрату? Ага. Кайрат, привет. Без проблем. Нагаев спросил про войну, будет ли война, то есть, я не знаю, то есть, это что-то он это, или не допил еще, или перепил, ну, короче, Нагаев войны не будет. Вот, потом спрашивали про окружность Луны, но я это тоже, думаю, можно опустить. Вот, а у меня, собственно, первый вопрос, я так, если честно, и думал, что абсолютно вменяемый, абсолютно глубокий, да, то есть, абсолютно, ну, я не знаю, там, по сравнению с нашей, вот, с Аэзом интернет-тусовки, да, как бы, развитый, там, динамичный человек. Вот такое отчебучивает в Твиттере. Деревый вопрос, ну, а что так? Почему? Почему я такое пишу? В целом, да. Ну, просто мыслей очень много в голове, и куда-то надо это выливать. Допустим, чушь кому-то не скажешь, приходится выливать это в Твиттер. А там, будь что будет, кто что там, меня все время троллят, все время пытаются какие-то негативные вещи в мой адрес писать. Мне как-то по барабану, то есть, все, что странно и непонятно внутри себя, я лучше напишу это в Твиттер. Да? Так проще. Ну, вы в Твиттере пишите, что вам вообще похуй. Ну да? Нет, я ничего не говорю, просто если бы вы писали, что мне по барабану было бы, наверное, не так интересно. Я вообще сама, просто сама очень негативно отношусь ко всем вот этим вот общественным клише, там, не знаю, шаблонам, поэтому просто я немножко так вот, может быть, слишком открыто пишу, как говорится, голову с плеч сразу, да, как шлагбаум прямо. Ну, так проще, я считаю, что это более, как-то даже правильно, что ли, чем прикидываться какими-то там… Нет, ну, для Твиттера, мне кажется, это вообще одна из наиболее успешных, ну, моделей поведения, да. Ну, мне, я, в принципе, как бы с этим согласна, потому что мне, в принципе, по барабану на мнение, как бы окружающих, на меня, на мою репутацию, в принципе, я знаю, что у меня репутация не самая ангельская, поэтому… Вы Твиттер сейчас имеете в виду? Твиттер вообще, да, то есть, ну, как бы, люди любят посудачить, господи, тем более у нас же, как люди знают, если ты что-то сделал, значит, ты тот. Ну, то есть, вот эти вот, опять же, шаблонные мышления людей, там, если ты это написал, если ты, я там, один мат написал, да все, она матершинница, она невоспитанная, там, бескультурщина. Я там написала про секс, да она шлюха вообще, то есть, ну, как бы в этом плане, и мне по барабану уже, ну, шлюха, шлюха для кого-то, по-фиг. Нет, я ничего не делаю, то есть, меня тоже вот в интернете… А вас, а почему, да, вопрос, почему вас быдлом называют? Ну, я не знаю, вот вы, вот вы скажите. Я не знаю. Я не понимаю, то есть, почему, то есть, я сам не могу на него ответить. И вот тут вопрос, а чем кончится Твиттер серикалы, то есть, вообще, то есть, это, ну, куда идем-то? Ну, я не знаю, чем все это кончится, на самом деле. То, что вы потихоньку становитесь популярны, это прям однозначно. Не, ну, я, у меня как бы не было цели изначально стать, там, популярной, я не знаю, или вот, как вы говорите, восходящая звезда Твиттера. Нет, для меня это, не знаю, я не хочу, чтобы меня так называли, я не стремлюсь быть звездой. Для меня даже, я не знаю, я сейчас думаю, зачем я согласилась на это интервью, теперь все увидят, как я выгляжу. Я же... Да, нормально. Нормально выгляжу, да? Да, да, я, это, я... Нет, я не ожидал здесь, во-первых, увидеть девочку. Почему? Потому что видно, что надписи зрелые. А что, почему вы боитесь, что... Да нет, просто я как-то, я вот писала для себя только всегда. Да. Ну, может быть, кого-то повеселить, на самом деле. Люди же любят шоу. Нет, шиздец как-то весело от вашего Твиттера. Вот лично мне вот было весело, я иначе бы не позвал, вот серьезно. Потому что, ну, ну, мне прикольно, то есть человек отжигает, причем отжигает с очень большой динамикой, да, и большинство, вот если вдруг кто не подписывался, вы подпишитесь, да, серикала, то есть обхохочетесь. А сейчас, что в интернете, по-вашему, вот куча же народу сейчас в Твиттере, да, и прут люди в Твиттер. И, ну, наверняка, раз вы в нем так много находитесь, то есть, а вообще, чего там? Ну, вообще, я по себе... По вашим ощущениям, да? Ну, вот я по себе не очень интернетный человек, но кроме Твиттера, наверное, да, то есть, ну, и как и все остальные, как и большинство людей, там, колеса, гугл, вконтакте, да, все больше я, не знаю, ну, ювижен, все. С каждым днем все больше этих казахстанских твиплов. Ну, и каждый, не то, что каждый, многие, наверное, стараются за счет Твиттера получить какую-то популярность. Там, допустим, смотрят на того же Еликбаева, ой, да он крут, там, он такой-сякой, он проводит там всякие конкурсы, и ой, я тоже буду проводить конкурсы и стану таким же популярным, как Еликбаев. И сейчас в этом Твиттере дохрена этих конкурсов, ну, как бы, это, конечно, подташнивают уже от этого, но я просто иногда люблю над этим поприкалываться, мы как-то тоже прикалывались, я там разыгрываю путевку на три буквы, потому что эти путевки на ГОА, там, я не знаю, всякий миллион Пепси все время разыгрывают, покажи свою фотку, там, Дагфейс, напиши там, под таким-то тегом, напиши. Ну, в общем, слишком много конкурсов, каждый пытается за счет этого как-то выделиться. Нет, а он не только выделится, они, по-моему, еще и бабла таким образом зарабатывают. Ну, кто-то зарабатывает, кто-то нет. Я вот не думаю, что Цой со своим ГОА так, просто так, как бы, отжимается, потому что, ну, слишком уж хорошо отжимаются, да? Ну, да. Ну, в общем, просто факт в том, что, как бы, многие... Цой, мы тебе передаем привет на твое ГОА. Я вчера, кстати, читал Твиттер Цоя, то есть он реально, по-моему, начал все-таки курить там, да, вот эти наркотики, он вначале держался. Да, а потом странно что-то. Вот, ну, что он вчера написал, я сижу в кокосе, вот, вдыхаю воздух ГОА, и передо мною, типа, плывут веселые картинки, бля, вообще жесть. Мы потеряли, чего оказывается. Я прям так и написал, я говорю, Саня, все. Надеюсь, и гнется. И с ВКшником вы поедете, заберите, потому что это все, по-моему, сидит он в кокосе весь. Ну, и вот, в общем, как бы, тенденция такая, что очень много... Короче, на Еликбаева не надо походить. Вот, допустим, честно признаюсь, из всех людей, которых я знал до Твиттера, это был Еликбаев. То есть, просто я сама какое-то время работала в Меге, то есть мы работали с Мегой. Я его знала как пиарщика Меги, и тогда еще, как бы, в Казахстане Твиттера не было. Это больше, там, двух лет назад, это около трех лет назад было. Потом, то есть, как бы, остальных людей, на самом деле, я начала узнавать только по Твиттеру. Оказывается, они там крутые, какие-то там, ну, в своем круге. Например, вот как раз, когда вы меня позвали на программу, кто-то там писал, ой, да, она там будет похлеще Рашева. Да кто такой Рашев? Честно, я не знаю. Вот я человек, который не интернет, я абсолютно не знаю, кто это такой. Может, он и крут, окей, но просто, допустим, я его не знаю. Ну, редкий вообще урод, действительно. Ну, я не знаю. Не, поверьте. Я не знаю. Я, 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 я помню. Не, он, в смысле, он прикольный чел, он тоже там с тремя высшими образованиями, он там за границей прожил, но он, ну, он реально гонит, ну, и гонит прикольно. А, ну, возможно. Не, а вы зайдите на доку Гусфра, то есть его можно там почитать, он пишет просто офигеть. Все люди хотят, ну, очень многие вот хотят походить на вот этих вот популярных и стать такими же крутыми за счет Твиттера. Типа, чем больше фолловеров, там, все дрочат на своих фолловерах, там. Молодец, молодец. Не, ну, это факт. Ну, это хорошо, да, дрочат и имеют, я согласен. О, там от меня отписался один чувак, что делать, жизнь потеряла смысл. Застрелись. Да, все, иди повесьте, господи, е-мое, да. Там фолловер ушел, ты. Да, там, ну, я, я просто люблю постебаться в Твиттере, я, как бы, над такими моментами, всегда любили подшучивать, когда под меня подписался Елик Баев, я тоже это стебала, ой, я пойду, там, кончу бабочками, да, типа, это же сам Елик Баев подписался под меня. Кончу бабочками, ну, вот я говорю, вы понимаете, это же, ты какой же блехер придумаешь, то есть, не, ну, кончу бабочками. А лишь привет. Нет, ну, мы его все время там упоминаем в программах, но вот про кончу бабочками, вот, да я уверен, что он, наверное, еще и ретвитнул. Ну, да, а я не помню, в общем. Ну, ну, в общем, такие вещи я просто люблю попотрещать. Ну, вообще, вот, в общем, просто многие люди, наверное, ну, я так думаю, да, свой Твиттер, как, ведут, как свой личный СММ, наверное, то есть, допустим, он, обычно, допустим, Твиппл, он работает где-то там, кем-то там, параллельно ведет Твиттер и начинает, как бы, больше просто рекламировать себя, то есть, позиционировать, ну, как-то, как, я не знаю, ну, свое имя пиарить. там вот теми же конкурсами теми же вечно всяких интернет-тусовках посвятиться я там там всякие там но айти фрайды и чуще я просто не знаю я в этих не участвовать не ходите на я не знаю что там делать просто не выходите а потом обстирайте все в твиттере смысле это будет куда я хожу это на свека то есть хотя конечно до сих пор я не могу понять суть из этой вечеринки честно но просто если совсем глубоко давно ходите ну где-то месяца два кредит через раз хожу я обычно туда приезжать для чего вот приезжаю потому что за время проведения вообще в интернете я познакомился очень многими людьми где можно всех вот этих вот друзья сети увидеть в одном месте в одно время конечно на свк то есть поэтому я можно со всеми поздороваться всеми пообщаться перетереть что 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 надо и все то есть не надо ни с кем отдельные встречи назначать для этого ну как бы я конечно всех рада видеть как бы как одна большая семья но не всех кого знаю то есть ну как бы только для этого хотя я вот каждый раз думаю я один раз один раз только осталось максимум на два часа чтобы понять вообще что это за тусовка что они там делают но я не поняла вы чё делают не выше сидели два часа но они все так рады друг друга видеть другой друг друга видеть да я не знаю там проводится где-то конкурсы вечно как-то там то и растона то чоколайфми какие-то конкурсы все танцуют там на к примеру я не знаю я просто не понимаю сути для меня это просто прийти поздороваться как бы пообщаться с людьми порадоваться посмеяться и уехать но собственно а что но для может быть или я думаю да и у них суть такая же пообщаться постебаться то есть постебались в интернете пришли постебались но возможно просто очень может таких именно фанатов и свк то есть не ну так бывает то есть это хорошо чем фишка это надо умудриться же еще создать себе фанатов и ну вообще как бы да для меня это тоже удивительно что столько людей приходят и люди каждую неделю приходят и не выделять свое время ходят и ходят и ходят и ходят то есть для них пятница это святое там зайдешь пятницу пойдет там в коробке нет сегодня же свк ладно как бы сама туда хожу а есть вот у вас какие-то там уже ваш там фанаты в твиттере то есть ну вот такие которые прям за вами люди следуют и прям вы чувствуете что им очень нравится что ну я думаю что есть не просто я не могу сказать что у меня есть там фанаты и вряд ли я чувствую что людям нравится что я пишу потому что если я не пишу мне начинают сразу искать а я не могу тоже 24 часа в сутки писать я на работе сижу мне приходит уведомление где серикова почему не пишет но на работе я не могу например ну и как-то или допустим все время реплай третит ретвитит конечно это приятно новую я как-то особо не слежу за этим за ретвитами за фолловерами это просто чисто тоже постебаться я пишу у вас вообще вот просто вы открыли свое сознание и шарашите в полный рост а я вот там еще заметил вы там еще с какими-то двумя девочками тремя я так понял дублем работы ну в общем да сейчас пройдет сейчас такой пиар этих девушек госип кизет гульнара му роза ясенкулова ай да и няшка это такие девчонки это вообще блин это безбашенные бабы и вот реально ясенкула вчера я вот видела на этот ганджубас куда-то курица что-ли вечером хотела без меня ну вот они то ними вчера звали блин я просто не успела все нормально все нормально я пришла ну в общем вот эти девчонки это вообще просто они как-то вот мы с ней с ними на одной волне то есть я если я начинаю какую-то тему допустим хэштег какой-нибудь они просто подхватывают и начинается стёб стёб друг друга стебем других это вообще очень весело смешно и не знаю может быть кому-то не смешно мне реально очень весело до до потери пульса мы иногда ржем бывает ну как бы это обычно это по ночам про ночной гон называется с работы приходишь там пока детей накормишь кушать приготовишь потом поработаешь сидишь а чё делать и вот одна из девчонок пишет какую-нибудь тему а чё и все начинают подхватывать ну чё как говорится одинокие женщины ночью чё делать еще не но вот кстати вот это тоже это такая интересная да штука что вот в твиттере можно написать того чего вот ну в реале да даже хрен вы говоришь вот потому что ну ладно мы там ну я не знаю я я там могу сказать там все чего угодно да там сильно разойтись разозлиться но ты когда видишь вот что ну вот хорошо чтобы в твиттере друг друга не видим вот в этот момент когда мы пишем потому что но это было бы сложнее намного ну так куда такое что-нибудь написать ипотажены как чё же как это можно да то есть живут а чё там были сколько вы уже в твиттере в общем ну вообще вот как раз когда только twitter в казахстан пришел это года два больше двух лет назад я тогда зарегистрировалась то есть я просто знала что это за сервис но тогда было вообще казахстанских ты очень мало из тех кого я знаю там был съеден только если честно ну и вот больше не больше не помню ну и читать казахстанских было реально никого то есть даже сами касаться не знали что это такое я не знал что это такое во первых все на английском и конечно английском все нормально у меня но и follow 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 200 follow каких-то непонятных там зарубежных звезд естественно каких-то сели обратить новости а потом начинаешь уже понимаете я там раньше как раз только зарегистрировалась писал там один твит в месяц я просто не понимал что это кому писать миссион начинать там один-два бота сидят чем писать ну в общем а потом вот где-то это в течение года так продолжалось и где-то через год только начали люди появляться это уже видишь потому что казахстан там алматы астана и люди начинают писать уже какая-то вот получается именно в первый как бы все равно в twitter пришли более такие наверное развитые что ли люди еще более все-таки интернетовский естественно и начинаешь уже их читать более познавать у тебя появляются читатели и я вот как-то начала писать ну раньше да конечно я наверное писала совсем не думая то сейчас я конечно все равно фильтрую свои мысли да это я фильтрую еще да то есть раньше я вообще не фильтровала то есть все равно с каждым разом как бы какое-то осознание приходит в голову чужие делают да что все таки это наверное было слишком иногда бывает конечно нет ну я по себе знаю то есть интернет такая штука заразная то есть особенно вот на излете там дня до когда ты устал и ты вот как зацепишься и было это реально что заносит а на утро ты просыпаешься и думаешь ешкин кот чуши понаделал то такого то есть читаешь эту переписку нажимали ну вот в принципе как как и обычно поэтому утром я ленту не читаю чтобы не быть в шоке от самой себя от вообще от всего мира а съедена давно уже да получается это где-то полтора года да я его как-то читал бы сейчас я не знаю я читаю или нет просто я как-то не особо на скольких людей вообще подписаны человек 100 где-то мне этого вот так вот хватает потому что я не успеваю перечитывать ленту вот так и в основу ты как я уже написала я для меня вот чтобы читать этой новости потому что самом деле twitter очень хорошая штука чтобы вот по новостям на самом деле первый узнаешь от как бы обо всех всяких событиях тот же там взрыв в таразе по российским то телеканалом передавали упал нашим как обычно молчали то есть а в твиттере это сразу да да сразу как по по моему там по вести попередавали уже сразу к нам пришло в твиттер то есть но для этого и нужно и также фолловлю каких-то там ребят веселых вот смешных с которым можно и потрещать и настроение себе поднять как-то ну вот только для этого я просто совсем недавний как бы такой твиттерианин да то есть я раз а вот можете какие-нибудь рецепты дать вот для тех кто только только начинает писать да то есть ну вот ваши допустим какие-то пожелания вообще twitter то заводят почти каждый то есть но у каждого своя цель кто-то заводит на самом деле есть такие твиппы которые заводят чтобы читать они вообще очень редко пишут и вообще можете не пишут читают есть такие которые хотят вот стать звездами я вот что эти читают им смысле делать нечего или как или они развлекаются нет а вот новости какие-то интересные цитаты вещи а потом все эти цитаты копипастят свой в свой контакт ставить всякий со статусом себя в контакте к примеру я не знаю есть вот которые там не знаю хотят писать там шутить вот просто мне кажется тот это как twitter это то же самое что блок только только микроблок ну вот то есть выбрать какую-то тематику если ты хочешь чтобы тебя читали какой-то образ может быть выбрать тему и писать в своем образ своем амплуа и на свою тему то есть они то есть если ты хочешь чтобы тебя читали конечно то есть допустим я пишу в своем все равно каком-то образе. Это не значит, что я по жизни такой человек. Я думаю, для нормальных людей это понятно. Да, вот допустим, какой-то вот циник, который это пишет, он живет во мне. Но это не значит, что я по жизни такая, что я ко всему так отношусь. Во мне есть романтика, поверьте. Да, то есть, я стараюсь это не писать, потому что это, может быть, не входит в образ, да. Поэтому, как бы, в своем образе пишу на определенные темы. Я стараюсь, например, о политике не писать. Я вообще не касаюсь таких вещей, да, там, о негативных вещах. А зачем? Есть люди, которые... Ну, вот люди любят страчи раздувать, вот там какой-то законопроект вышел, и все начинают что-то хаваться. Мне как-то, по большому счету, наплевать на это. Я читаю свои новости, я вижу, какой законопроект, но от того, что там будут люди в микроблоге сраться, ничего от этого не изменится, на самом деле, по большому счету. Ну, смотря, как сраться будут, и смотря, кто будет сраться, но... Ну, все равно, то есть... Ну, в целом, я, как бы, вот тоже за такую, как бы, эту... Я про политику вообще ничего не говорю, да, то есть я не даю оценок, ну, потому что, во-первых, я считаю, информации у нас с вами там недостаточно. Вот именно, мы... Потом, те, кто хоть раз в жизни чем-нибудь руководил, вот хотя бы десятью, вот вы же лекции читаете, там, хотя бы десятью, там, коллегами, да, то есть... Вот, когда ты представишь, помножьте это на масштаб, там, допустим, я не знаю, там, пару миллионов человек, да, да, хоть там, триста-четыреста человек, и это сразу, ну, не все так просто, да, конечно. То есть вот это вот кричать там, что все не то, все не так, это замечательно. Ну, следующий шаг уйдите, сделайте получше. Ну, да, если ты такой умный, как говорится. Ну, вот, вот, допустим, на определенную тему я не пишу, я пишу на то, в чем реально разбираюсь. Не, ну, правда, я просто не очень люблю писать о тех вещах, которых я не знаю, потому что зачем умничать? Я вот гляжу у вас, по вашим твитам, я понял, у вас с автомобилями там, да, еще какая-то история, потому что ну, я понял, что вы прям в них, по-моему, разбираетесь. Я бы не сказала, что я прям так разбираюсь в автомобилях, просто я люблю водить. И, то есть, для себя я стараюсь изучать, то есть, ну, элементарно, да, когда я только купила машину, я открыла капот, я начала сама в этом разбираться. Я знаю, что многие девушки даже не могут там масло поменять, я не знаю, антифриз залить или проверить уровень там всяких жидкостей. Ну, я масло тоже, наверное... Не, ну, к примеру... Гипотетически я его, наверное, смогу поменять. То есть, я не могу даже воду в омыватель, да, там, не знаю, залить. Ну, элементарную. А я просто как-то стараюсь, и мне это самое нравится просто развиваться в этом плане. Ну, пишу, да, о машинах иногда там, я не знаю, в основном какой-то там, о каком-то, ну, быт в целом, какие-то вот прикольные вещи там. Пишу там о мужчинах и женщинах, об отношениях, потому что это прикольно, это люди читают, это всем интересно, и я сама как бы люблю на эту тему профилософствовать вообще. Ну, отношения... Это действительно очень большая, глубокая тема, то есть, но у нас она такая же. Замалчивается, то есть, она как-то, мне кажется. То есть, вот, откровенно на эти темы люди же как-то, я не знаю, что ли, не принято говорить. Ну, да, вот тоже, вот, опять же, не принято, некрасиво, это пошло, да, я не знаю, ну, или что-то вроде этого, то есть, это некультурно. Я стараюсь просто писать вот то, что думаю. То есть, именно за счет этого люди меня в основном и троллят, то есть, когда я пишу там об отношениях о мужчинах и женщинах, я просто открыто могу что-то написать. Ой, да как ты можешь такие вещи писать там, или ты же девушка, это же неправильно, типа. Ну, вот и начинает там, говорит, самое классное, ты же казашка. Я не хочу материться, да? Ну, это что за фиг? Ладно, я даже прям не хватает злости, да? Ну, как так? То есть, если я казашка, ну, это вот такие вот глупости, или вот, там, казахи так не пишут, казахи так не делают. Ну, вот такие вот глупости меня просто поражают. Я просто стараюсь все как бы открыто писать, как есть. Я, конечно, не пишу, вот я там, просто вот в целом. Допустим, женщины так, мужчины так, между ними то-то-то, просто то, что я вижу, то есть, я беру это из своей жизни, из жизни окружающих людей, которых вижу, и я считаю, что это нормально, что я пишу об этом открыто. Я, например, респект и уважуха, как говорится, что вы можете, я еще раз повторюсь, вот отпустить себя. То есть, я не вижу в этом, вот, допустим, крамовы, да? То есть, другой вопрос. Это ведь тоже не каждому дано. Почему? Потому что многие и хотели бы. Да, не могут. Да, а что? Ну, просто вот мне, вот я такой человек, я не знаю, вот мне легче написать вообще, вот на бумаге там, в Твиттере вообще напечатать, чем поговорить, сказать. Допустим, не знаю, как это называется, такой тип людей, мне вот что-то, если тревожит, или о чем-то, то мне легче написать. Допустим, то, что я пишу в Твиттере, это, конечно, одна сотая часть из того, что я пишу. То есть, когда я вот быстренько все это пишу, мне как-то легче становится, чем нежели кому-то выговаривать. Мне как бы легче, наверное, на бумаге это написать. То есть, ну, я такой человек, поэтому, может, и у меня получается все, что как бы хорошо, в принципе, писать. А вы не пробовали чего-нибудь писать свыше 140 символов? У меня есть. Да, ну? Да, то есть, ну, как бы это, но... Не, ну, я представляю, если там все написано как бы вот с такой же степенью свободы, так это рожачное будет, читал его. А почему вы не публикуете нигде? Ну, пока еще не пришло время, потому что... В смысле? Вы прям хотите отдельной книгой? Нет, делаю даже... Как сказать? Это я... У меня есть две книги, на самом деле. Ужо? Да, то есть... Прямо написано. Что здесь? Вот. Но это не в стиле Twitter, я же говорю... Не, а не надо, вы забудьте про Twitter. Ну, вот, я просто вам объясняю. То есть, это... Вообще, это пишу я сама полностью. Ага. Вот. Ну, придет время, и, может быть, увидите эти книги когда-нибудь. А что тянуть-то? Ну, потому что сейчас не получается, в общем. Нет, что не получается? Объясните. Да нет, я не хочу об этом говорить. Нет, я не пытаюсь понять там вот этот секрет книг, я не понимаю, что не получается. Но если есть готовые уже это... Их надо отредактировать, да... Начните постить в интернет. В смысле? Нет, ну, это сейчас, в общем, не время. Через определенное время, то есть, у меня есть план, я всегда люблю планировать все. Вот так вот. Да, то есть, как бы, долгосрочные планы есть у меня, все вот так по полочкам раскидано, все это у меня есть в определенном времени. Нет, хорошо, а почему... Тогда следующий вопрос. Ну, а почему вы не пишете, допустим, для каких-то там изданий, вот, для интернета, ресурсов? Я уверен, если бы вот вы начали в таком стиле отжигать на том же YouVision, да, то есть, вы бы, ну, там, за короткое время стали одним из популярных очень блогеров. Ну, я писала на YouVision когда-то. Ну, видимо, не так. Почему же? В принципе, так же. Просто я... Я вообще там не очень недолго была, пару месяцев, наверное, за пару месяцев я там написала порядка там 30-40 блогов, постов вернее. Да, в принципе... А там как называлось? Тоже Серикова? Тоже Серикова? Ну, я вот вытащу, я вот не поленюсь, прям посмотрю. Ну, я, конечно, многие посты уже удалила. Да? Да. Ну, хотя, в принципе, тоже много что было в таком же духе, в принципе. И за счет этого, наверное, у меня появились какие-то читатели в Твиттере, именно которые читали меня на YouVision. Ну, и вот просто я не знаю, я не знаю, почему я не пишу там. Многие на самом деле, вот я недавно участвовал в дискуссии там на YouVision, что там народ роптал, что им как раз, ну, всяких умностей, обучательных каких-то вещей, вот им там типа хватает. А вот поразвлекаться, то есть, ну, найти таких людей, там, вот таких интересных каких-то, кто пишет необычно, да, вот, ну, не затерто, то с этим на YouVision, допустим, это прямо реально, ну, дефицит. И мне кажется, давайте мы вам там, как сказать, окажем какое-то содействие. Почему? Потому что, понимаете, у многих такая проблема, что они потенциально очень, как бы сильные, и ему дай эту дорогу, потому что, ну, мне кажется, вот Twitter, он, ну, вам немножко такой тесноватый, по моим ощущениям. То есть, начните писать там какие-то свои там, ну, я не знаю, больше 140 сетей. Не, ну, вот я же говорю, я, в принципе, на YouVision писала, были в таком же стиле, в таком же духе, именно такие развлекательные, которые, я знаю, что люди читали и трещали, ржали, я это точно знаю, потому что рядом со мной читали люди и вот по пополу катались, да. И самое интересное, что вот мне все говорят, как ты вот такое умудряешься писать, да. А я сижу обычно, это как было, я на работе сижу, в голову что-то придет, откроешь быстренько, за 10 минут напишешь, я даже не редактирую, как бы сохраняю все сразу, публикую, а потом читаю там ошибки, потом только исправляю какие-то описки. Ну, в общем, просто, как бы в таком духе, ну, я не знаю, просто как-то перестала писать на YouVision и все. Все равно, как ни крути, когда карма есть, когда на главную уходят статьи, которые больше 10 лайков получают, все равно это больше стимуляция, когда на главной вот одни какие-то новостные и вот обучающие, ну, как бы... Нет, да сейчас все меняется, потом, может быть, вот еще тоже, мне кажется, подумать имеет смысл в этот, если вы разойдетесь в разговорном жанре, а мне кажется, что вы и в нем разойдетесь, потому что, ну, вы же уже смогли отпустить себя в письме, да, то есть, мне кажется, вы, ну, вот сейчас же вы легко говорите и, ну, без проблем говорите и еще чуть-чуть, мне кажется, и вы заговорите, ну, вот вы то, что совсем вот мысли вот эти, которые сейчас с полохами там идут, просто, ну, начнете их говорить, перестанете, вот еще один шаг. Ну, возможно, просто я не очень привыкла, я не очень привыкла вообще говорить, для меня это вообще первое интервью, вы, может быть, не поверите, в жизни, да? Ну, так и нормально, вы думаете все целыми днями интервью? Не, ну, мало ли, особенно интернетовские люди такие все крутые же, о, я на съемке, о, я на интервью, такие все, куда бы деться, ну, для меня это вообще просто впервые, новое что-то в жизни, я просто, вот, наверное, может быть, творческий человек, я не знаю, правильно это, неправильно говорить, то есть, мне вот легче написать или же я вот играю на фортепиано мне легче я всегда играла бы на публике для меня сыграть легче чем говорить то есть на публике выступать что-то говорить там что объяснять легче как бы лучше я сыграю что-нибудь там не талантище пишет пару книг в загашнике лежит слышно фортепиано играет со скрипкой нет фортепиано то что-то со скрипкой то не сложилось вот ким человек закончила занимаетесь нового как бы почему вообще с головой в творчество не уйдете боитесь золотая моя сдите наверное я думаю что бздите боитесь что голодные останетесь ну да вообще просто это скорее всего все равно вот у нас в голове вот этого заложенность стереотип от советского мышления как бы закончить университ найти стабильную работу слова стабильная хотя я конечно от этого даже давно отошла но все равно остаться без работы у всех есть такой страх штук стабильная стабильная работа этот в понятии как бы все равно поколение наших родителей то есть это когда ты работаешь когда какой-нибудь там госслужбе или на какой-нибудь компании которые все знают и ты работаешь получаешь свои стабильные там сто тысяч и ты не растешь но тебя никогда на хрен не уволят все ну ты стабилен тебе капают твои денег для счастья надо ну так просто не ну не так вы сейчас это держите себя бы так вздохнули не надо вот так же бы вообще я не знаю ну мы деньги это конечно хорошо да иметь деньги хорошо тратить деньги это круто но для меня счастье не в деньгах и вообще материальной ценности они сегодня есть завтра нет и поэтому как бы главное чтобы был какой-то прожиточный минимум и плюс на свои как сказать вот именно шпильки называть шпильки да на свои капризы вот и все в принципе не ну вот я согласен ну просто у всех капризы разные смысле ну нет я я нет порог смысле я явно я могу первый назвать допустим по моим ощущением да вот где-то на пятерочку в месяц уже можно ну весьма прилично жить то есть и ни за чего не заморачиваться это при том что у тебя там семья есть да то есть при том что там куда-то платишь дофига же вот этих платежей всяких там туда-сюда там туда-сюда особенно если машина это там твердых 500 долларов в месяц то есть не только на бензин там все эти то есть ну вот какой-то вот такое как бы минимум это я к тому мысль моя вообще в чем заключается что на самом деле творческими профессиями да то есть мне кажется тоже можно зарабатывать деньги почему потому что вот только качество мне кажется письма то есть вот сейчас допустим в интернете что происходит сейчас же все плачут где контент и создатели вот этого контента они сидят блин занимаются розничной торговлей туда и в качели понимаете вот и походу что там twitter ряд и ставят на уши там как бы пол твиттера да то есть а представьте если вы осмысленно этим займетесь ну сейчас я вас уволю и не тот розничной торговли это как раз таки тоже мне нравится я не почему-то вы работали да почему мне нравится этим работу что но я пробовала себя в другой сфере как раз по своей специальности там офисная работа 960 в банке работала когда-то было госслужащим даже тяжело поверить в нацбанке почему тяжело вот но я просто оттуда сбежала потому что это не мое вот рочи того ли я и вот работаю там с одеждой с мировыми брендами с нас с клиентами вот 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 это вот тоже тоже все таки мне нравится свободное общение да то есть ну как бы я я думаю что вообще все вполне мне мне сейчас в принципе я могу совмещать как бы и писанину свою потому что я в группы мимо twitter много пишу и свою работу сейчас такая вот нафиг этот twitter надоел уже а сейчас вот много же до чего происходит в жизни да там вообще вот зачем люди вот смысл жизни какой-то вот можно допустим вот вашу версию смысл жизни и но мне кажется не мне кажется если человек вообще нашел какой-то смысл жизни то наверное болен то есть потому что какой-то один смысл жизни и и жить ради него ну как бы это мне кажется ненормально то есть в жизни есть много аспектов то есть которые на совмещать и ради которых стоит жить и вообще надо мне кажется жить чтобы жить мы И даже, кстати, вот как раз в Твиттере, опять вернусь, стебали смысл жизни. Прикол. Если вы читали, нет. Ну, в общем, вот они там половина точно не читали. Вы можете прямо рассказать. Нет, мне кажется, как раз их, кто смотрит, наверняка читали. Нет, вот не так. Ну, в общем, допустим, именно стебали определенные взгляды на жизнь. Для кого-то смысл жизни, что-то делать. А мы все это как раз этими гусипами из Гульнара и Му просто прикалывались над этим. Допустим, очень любили прикалываться над Твиттерастами. Смысл жизни, зафоловить того-то человека, к примеру. Ну, что-то вроде этого. Смысл жизни, что-то. Ну, мне просто кажется, что определенного смысла жизни, не знаю, не может быть, что ли. Или я, может быть, совсем уже двинутая. Нет, почему двинутая. Просто другой вопрос. Он же всем по-разному виден. И всем по-разному как бы открывается. Для меня смысл жизни, допустим, это направление. Это не что-то конкретное. Ты чувствуешь, вот твоя есть система координат. И ты чувствуешь, что ты идешь, в целом-то, ну, мало кто знает, куда. Но ты идешь, вот, ну, как сильно об стенки не бьешься. То есть ты в желобке, вот в этом, которому нужно. Ты чувствуешь, что ты в нем. Как только, вот, допустим, в банк вы заехали, вы же чувствовали, что, ой, что-то вообще не оно. То есть вы раз там куда-то, вот, оно может тоже не оно. Но хотя бы, вот. То есть и как бы смысл жизни найти, смысл жизни. Ну, да, вот, наверное, вот, да, смысл жизни, искать смысл жизни все время. Ну, да, что-нибудь такое. Все время, мне кажется, все равно как-то с возрастом, с каким-то этапом жизни, смысл жизни меняется, потому что меняются ценности. То есть, ну, в какой-то определенный момент там жизни для меня была ценность, там, вот, именно там, работать, там, открыть свой бизнес, да, там, что-то это. Со временем я поняла, что это нереально не смысл жизни, да. Я все-таки на данный момент, как бы, к чему я вообще склоняюсь, это просто же, это просто саморазвитие. Я не знаю, я не могу это назвать смыслом жизни, но это что-то вот главное в жизни. Именно саморазвитие, заниматься самообразованием и все время познавать себя, мир и вообще, то есть, ну, как бы, так вот. И еще лучше это делать сейчас, да? Ну, да, я как бы, и если есть какая-то возможность что-то узнать в жизни, за что-то схватиться, за каждой возможности хвататься, пока есть желание и возможность. То есть, пока, ну, как бы, вот, позволяет молодость. Стихами классика, пока желанием горит, пока сердца для чести живы. Там, правда, написано, что мой друг отчизни посвятим, души прекрасные порывы. Хотя, люди, допустим, пройдя определенные вот эти стадии изучения, да, там, вот, открытие реальности, она им открывается, открывается. И потом многие, мы так и видим, что почему бизнесмены, там, достигнув уже, там, допустим, там, хорошего уровня, уходят на госслужбу. И они туда реально, многие не за баблом идут, не за каким, то есть, а идут прям реально что-то делать, там, допустим, для страны. То есть, они, вот. Вот, это идет, меняется у них ценности в жизни. Тогда были деньги, там, я не знаю, что-то себе, чтобы самоутвердиться как-то. А потом уже, видимо, ценности меняются, что что-то нужно, там, для общества делать, для своей страны, для своего народа. Ну, какой-то, может быть, патриотизм или альтуризм просыпается в людях. А вот про молодежь, вот, сейчас, сегодняшнюю, ну, понятно, что мы еще, там, сами-то не старые, но, я имею в виду, вот, это, вот, уже поколение, вот, это, digital, да, которое, вот, я недавно был, там, на какой-то встрече, там, в Кимэпе, да, там, народ реально, ну, там, сидит 20 человек, и 20 человек, там, твитят, да, то есть, уже, ну, их всего 20, и они 20, как бы, твитят, то есть, ну, это какие-то другие люди, да, то есть, я, как бы, в целом-то понимаю, но, а вот вы, как видите, допустим. Не, ну, вот, то, что вы говорите, люди, которые твитят, они другие, да, на самом деле, вот, есть люди, которые совсем не интернетные, которые не знают, что такое твиттер, для них, вообще, вот, эти вот твиттерасты кажутся очень странными, потому что так вот, ходят, как бы, что бы ты ни делал, сидишь на какой-то встрече, там, форм-спринг, да, или как он, надо зачекиться, то есть, ну, как бы, ну, это какая-то болезнь, что ли, я не знаю, слава богу, у меня нет этого форм-спринга, я не знаю, то есть, может быть, я бы тоже этим заболела. Ну, там, если ты где-то находишься? Да, ну, есть такой тоже сервис. Ну, я это тоже не очень разбираюсь, я... И вот есть люди, которые вообще, как бы, не знают, что такое твиттер, и для них, как бы, когда они видят, что человек все время что-то пишет, ты опять в твиттере, то есть, у меня есть подруги, которые, ну, по-любому, что ты пишешь, кто-то отвечает, ты опять в твиттере, да, там, вы, говорят, люди с твиттера какие-то странные, говорят, все. Я говорю, почему, да вы все время, говорят, что-то пишете, вы, говорят, ну, то есть, допустим, или, там, в твиттере, там, пишу, ребят, там, помогите, иногда, давай, что-то срочно, да, там, что-то нужно, кто-то пишет, да, я тебе дам. Я говорю, да мне, ребят, кто привезет, я говорю, да, один человек с твиттера, ты его не знаешь, и он тебе поможет? Ну, как-то немножко у людей вот такое реально странное, это... Ну, я не знаю, как бы, для нас-то, может быть, это нормально, попросил помощь, да, там, элементарно, недавно кто-то, там, из ребят спрашивал парик, я этого человека даже не знаю, я сказал, что у меня есть, мы встретились, я ему передала парик, ну, с успеха он мне вернул, ничего страшного, как бы, со мной ничего не случилось, и с ним ничего не случилось, познакомились, как бы, оказалось, что, в принципе, все друг друга знаем, как обычно. Ну, в общем, так, и поэтому, когда видишь вот людей, которые не сидят в интернете, не твитят, то есть, может быть, они для нас кажутся странными, ты не знаешь, что такое твиттер, да, ты типа лошара вообще. Да получается сейчас какая-то вот уже две таких параллельных реальности. Вообще, да. Надо так сказать, потому что, ну, вот, уфлайновые люди, я ведь тоже, вот, вы не поверите, мало кто вот в это верит, я полтора года назад, я имейлом пользоваться не умею. Я вот прям не шучу, то есть, я, ну, у меня всегда какие-то просто помощники были, да, и перепиской-то я давно занимался, но я не умею, я и сейчас не умею письма отсылать, вот я, правда, и не умею. То есть, ну, приходит письмо, там, на какую-то кнопочку я нажимаю, то есть, я вот в твиттер, я там, въезжал, как туда зарегистрироваться, то есть, это целое там было событие. Почему я, я первый месяц был в твиттере, нифига не писал, а я половина кнопочек не знал, как, я пароль его забыл. Что они значат? Вот, почему я аватарку не вставлял, потому что я потерял пароль и не смог его перерегистрировать, хотя от почты-то я знал пароль, там же легко. Ну, и мне вот люди вот это все объясняют, ну, а я такой, как неандерталец, но меня это тоже затягивает, потому что, ну, вот, мне нравится вот этот тоже вот фидбэк, мне нравится, вот, общая, у меня, в принципе, тусовка, она мне тоже нравится, то есть, мне, мне в ней прикольно. Ну, а что, вот, хорошо, а что в оффлайновой жизни? Ну, давайте об этом поговорим, да, вот, вот, интернет-жизнь и оффлайновая жизнь, ну, а там чего? Вот прийти вечером, блядь, телевизор сидеть смотреть? Ну, вообще, да, то есть, вот, и отличаются вот люди и общество оффлайновское, которое чисто оффлайновское и чисто вот интернетское, допустим, вот эти вот люди в интернете, особенно, когда знают, они все друг друга-то знают, все тусуются в одной вот каше, варятся. Колхоз, блядь. Ну, я не знаю, это высказали. Нет, ну, а что, в смысле, ну, маленький колхоз, по большому счету? Ну, в принципе, да, возможно. Сколько там, Господи? Ну, да, на одних и тех же тусовках тусуются, там, что-то между собой какие-то эти, и сплетни всякие, вот, как и реально в колхозе между собой. Интриги Санта-Барбары творятся. Ну, это правда, я сама была частью этого, поэтому, Господи, что. А в оффлайне, я не знаю, вот, то есть, у меня есть друзья такие, которые не понимают этого, как-то, и я-то тоже себя не очень позиционирую, как человек в интернете, поэтому, как бы, я ему, мне и то, и то, наверное, не чуждо. В оффлайне, что прикольно, с одной стороны, да, ты не сидишь, не паришься, что кто-то завтра это в Твиттер напишет, что ты делаешь, это реально. Вот, когда встречаешься на интернете, вот, все равно как-то сидишь и сдерживаешь себя, потому что, ну, мало ли, кто-то что-то напишет, все равно, например. Так они тут же, суки, сфотографируют и выложат? Да, обязательно. Не-не, это да. В пик, там, и санья бухает, как обычно, и есть такие фотографии, то есть, ну. Салатин. Да, то есть, как будто я алкоголик последний, там, я не знаю, хотя пью, наверное, не так, в принципе, как и многие. Вот, а в оффлайне все равно проще, и все равно в оффлайне свои приколы, в интернете свои приколы. В оффлайне, если ты скажешь им, допустим, да, баян, они скажут, какой нахрен, баян, что это такое, что это значит вообще, да? Не, ну, правда же. Правда. И там свои приколы, там свои приколы, там в оффлайне не поприкалываешься, значит, за счет, там, например, ну, над людьми, над некоторыми. Там бубен могут дать. Нет, ну, вот, особенно с вашей манерой письма, это точно в оффлайне надо очень аккуратно делать, потому что не все так далеко ушли в своем этом сознании. Все рядом еще, вот так, плюс. Ну да, но в оффлайне все равно прикольно, как-то, не знаю, тоже какая-то комфортность, наверное. Нет, ну, вообще, по сценарию, у них тоже, допустим, и нет уже еще такого, что нужно киберчеловеком этим становиться, да, чтобы вживлять себе там эту клавиатуру уже куда-нибудь. Ну, есть вот именно же люди, которые вот помешаны. Ну, на самом деле, очень много таких, которые вот, я не знаю, вот, они пишут, пишут, ты смотришь на них, там, я не знаю, как-то вот общаешься. Такое ощущение, что у них в жизни, в реальной жизни друзей нету. Это печально, конечно, как ощущение, что они, потому что они каждый день на интернет-тусовках, вот, ты читаешь, потому что твиттер, а у них на личную жизнь, вообще, время есть или нет? Нет, я вот, если честно, с этих тоже удивляюсь. Вот они ходят, и ходят, и ходят. Может, есть, может, они как-то реально скрываются, это круто. Ну, для меня всегда остается вопросом, у них есть ли друзья? Нет, а как скрываются, просто если ты постоянно по вот этим тусам, в смысле так, а физически, когда? Вот, я не знаю, вот, для меня это тоже всегда, говорю, остается загадкой. Мне просто, мне кажется, не знаю, я не очень понимаю, мне даже жалко, если у тебя нет оффлайновских друзей, а у тебя появились друзья только как бы в интернет-тусовке. Не знаю, это чисто мое мнение, может, конечно, за это сейчас меня точно запрулят все, за эти фразы. Все вот эти интернетские ребятки. Ну, а почему? Единственное, вот, допустим, я вот могу что сказать, вот оффлайновым друзьям, им же, зараза, как-то много времени надо уделять. То есть, вот он тебе звонит, да, допустим, вот ты сидишь дома, ну, к примеру, он говорит, поехали куда-нибудь. Вот, а ты сидишь, вот ты не хочешь. Если бы тебе это написали в Твиттере, да, там, или, где-то, не знаю, в Фейсбуке, ты написал, да, ништяк дома вешу, ну, он такой, ну, что, поедем, да, да, или не поедем, и хрен с ним, да, там, там, все еще ха-ха-ха вокруг поражали, вот. А тут ты же понимаешь, что друзьям надо прям время уделять. Ну, вообще, я согласна, что если у тебя есть, действительно, хорошие друзья, то есть, дружба, это тоже не просто так, это отношения, это надо работать над ними. Это то же самое, что, допустим, ты встречаешься с кем-то, или вот женат, да, на ком-то, то есть, это же постоянная работа над собой, над отношениями, то же самое с друзьями. Пожжите, если ты женат на ком-то, это постоянная работа над собой, ну, как можно по подруге? Пожжите, допустим, вот, ну, ладно, или если я замуж, я не троллю, просто интересно. Нет, хорошо, окей, без проблем. Два человека женаты, да, я не знаю, или встречаются, в общем, у них отношения, это не знаешь, что все, они поженились, все, теперь как бы расслабляемся. Не знаю, может быть, для мужчин это так, по крайней мере, я сейчас объясняю со стороны женщины, это ежедневная работа над собой, над отношениями, чтобы, потому что все время приходится подстраиваться. Не все время, но иногда, потому что все равно ты не можешь быть свободным, как ни крути, подстраиваешься, где-то как бы соглашаешься с тем, с чем ты, на самом деле, не согласен. То есть, это ежедневная работа над собой, над отношениями, не просто так вот поженились, и мы сидим теперь на диване каждый день, он на работе, я на работе. А обсуждать вот это вот, то, что ли нравится, это не надо? Вот, это и есть часть работы, на самом деле, то есть, обсуждать, но все равно, ну, не может, не могут люди вот к стопроцентному компромиссу прийти, потому что любой человек, который имеет отношения вот с противоположным полом, может подтвердить, что всегда бывают какие-то конфликты на каком-то, даже на каких-то элементарных вещах, ну, в принципе, в основном, да, какие-то бытовухи. Нет, нет, конечно, я 15 лет в браке, я в том смысле, тем более я и говорю. Я человек такой, надо же кивать, да, 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 вот, то есть, это просто, допустим, если вот себя, семья, это надо работать над тем, чтобы семью поддерживать, это, допустим, не просто же так, а ты, если, как сказать, допустим, выезды, там, с семьей на природу. Пописать, не, я шучу. Чтобы легче было, да? Она такая, пришла, короче, девушка, ну вот, здрасте, и вперед, погнали. Ретвить. Ретвить. Нет, ну вот, вообще, просто, допустим, говорю, вот, выезды куда-то с семьей, это какие-то, это как корпоративные мероприятия, только семейные, устраивать, это тоже работа над собой, то есть, поддерживать отношения, вот, более-менее понятно? Нет, мне вообще все понятно. Поэтому я говорю, когда с друзьями, когда с друзьями, это тоже самая работа, то есть, надо поддерживать эти отношения, работать над ними, а не просто так, мы там, когда-то назывались друзьями, и все, мы тебя, и вот, как бы, вот и все. Ну вот, у меня, откровенно, очень мало времени на это, я вот могу признаться. У меня есть такие друзья, которые прям со школы, да, то есть, но они уже, если честно, обломались меня уже куда-то звать, потому что я неделю много работаю, много двигаюсь, там, ля-ля-ля, и на выходные я просто, у меня это диванная... Ну да, ну это понятно, таких людей сейчас много, сейчас все же такие занятые, на самом деле, у всех столько дел, все такие движниковые, но я считаю, что все равно, вот, то же самое, у меня с друзьями не так много времени, как бы, я не могу уделить, но стараюсь, хоть как-то, да. Вы их подсадите на Твиттер, и просто эта вся проблема, мне кажется, уйдет вот с вашими... Ну вот, что вы там пишите, и все, им хватит, вот так вот. Да нет, все равно, вот у меня, вот мои близкие друзья, это тоже работа, хотя мы вот видимся тоже очень редко, встречаемся, там, ну, и я рада, что, как бы... У меня есть, хотя со временем, допустим, когда выходишь замуж, все равно подруги, друзья на второй план отходят, это нормально, это правда, потому что не с ними детей крестить, но все равно, как бы, без друзей жить, как бы, невозможно, поэтому я рада, что, как бы, у меня есть такие, и, как бы, если у кого-то есть такие хорошие друзья, им просто надо работать над этим, а не просто забыть, что он у тебя есть, и через пять лет, когда у тебя проблем, позвонить, знаешь, у меня проблема, то есть, ну, как бы, такие люди тоже бывают, но мне кажется, это неправильно, то есть, надо и постараться быть в conversation, как в общении, или нет? Окей, ничего, ничего, I'm translator. Окей. I'm translator. Не, ну, я абсолютно с вами согласен, а вот сейчас много же изменилось, я вот гляжу, вы, по-моему, думали много на тему отношения мужчин и женщин, в связи с этим два вопроса, вот я на какую-то мою вот программу, там, с девчонками, там, Залук называется, сайт, вот, мы снимали, и они мне сказали, что женщина, она вообще по-другому мыслит, нежели мужчина, то есть, она вообще, вот, и мир по-другому воспринимает, и это вроде бы все знают, что это же, вот, как бы, мужчины и женщины, это разнополярные, там, существа, бла-бла-бла-бла, ну, вот, ну, когда они мне, ну, вот, допустим, они такую интересную сказали вещь, что у женщины не может быть смысла жизни, априори, почему, потому что он ей нахрен не нужен, она вообще по-другому устроена, то есть, вот, у нее смысл жизни, это вот здесь, сегодня и сейчас, вот, ей нормально, в смысле, да, то есть, как бы, нет, ну, вот, она имеет, допустим, там, реализовалась, там, как-то муж у нее, там, дети, да, то есть, вот, или же нету мужа, нету детей, не, не, то есть, она как-то вот по-своему видит этот мир, вот, это правда? Ну, вообще, то, что, да, то, что женщины по-другому воспринимают мир, это понятно, но вот... Нет, кому понятно, нам это непонятно, девочки. Окей, хорошо, нет, сейчас я по поводу смысла жизни скажу, потом вернусь к этому. Вот, как мы уже до этого говорили, смысл жизни, это у каждого человека, то есть, ну, нельзя делать, то есть, это, опять же, какое-то клише, у женщин нет смысла жизни, у мужчин есть смысл жизни, это тупизм. То же самое, что, там, женская логика, женская логика такая, мужская логика такая, на самом деле, нет никакой женской мужской логики, логика она или есть, или ее нет, ну, на самом деле, по сути, то есть, просто, у большинства женщин, на самом деле, нет логики. А так мышление, то есть это заключается в том, что, допустим, определенную ситуацию Вообще каждый человек, естественно, видит по-своему, каждый человек индивидуум Но мужчины видят как-то по-своему, женщины видят как-то по-своему Ну вот я и пытаюсь понять, как женщины видят-то все Мне вот, собственно, вот это интересно, если честно Как мужчины видят, мне более-менее понятно Часто вот прикалываются над девушками, да? Ой, если девушка говорит нет, значит она имеет в виду да Кстати, да Есть такой прикол Интересно, ой, серегала, мы нашли нормальную тему Сейчас мы поймем То есть, допустим, да? В целом, это вот Просто на самом деле есть такое Как бы в этом есть частичка правды Допустим, если вот теперь более глубже, да, ситуацию рассмотрим Самая банальная ситуация Блять, с этого начинать надо было не о том, всю программу разговаривать Ничего-ничего Самая банальная ситуация, это, например, парень с девушкой ругаются, да? Да, допустим Ну, они встречаются, они ругаются И, ну, как бы потом она обиженная сидит, там, отвернулась И, там, он говорит, ладно, ну, ты обиделся, там, на меня Или, там, тебе что-нибудь помочь? Не надо, говорит, допустим, да, женщина Мужчина думает, не надо, ну, ладно, не надо Пошел пиво пить Да, она же сказала, не надо, мне не нужна помощь Мужчина не надо верить Да, ну, например, то есть, и почему женщины так говорят? Потому что вот у женщин есть такая гордость, да? Многие женщины, как бы, ну, не хотят Во-первых, первое, да, ну, набить себе цену Ну, это правда, реально Набить, типа, пусть он, пусть он подобивается еще раз То есть, как бы, мужчина же, по идее, должен добиваться Женщина не сразу должна То есть, ну, это в психологии просто, вот, поцедание заложено Чтобы не сразу, типа, даваться же, есть? Как бы Вот, то есть, просто Набить себе цену, первое Второе, вот эта вот гордость просто, как бы Ну, блин, мы нащипали, вот, молодец Я считаю, надо, я даже уже программу придумал Эти проблемы взаимоотношения, собственно, полов Такая, сегодня с нами в программе серия К И погнали, а дальше это просто Ну, вот, второе, это гордость, да, то, что, то есть, ну, как бы Он же только что меня обидел, я же, как бы, обиделась Я не могу ему, хотя в душе каждой женщине хочется, чтобы он ее обменял, поцеловал, сказал, да Как бы, и даже если он так, обычно так и происходит, да Он так делал, все, там, зайка, успокойся Нет, там, отстань от меня, вот эти вот Я не такая же, не травма Не, ну, типа, все, я обиделась на тебя На самом деле, как бы, все этого хочется И мужчина, ну, не хочешь, не хочешь, ладно, и уходит Ты же сказала, блин, да, е-мое То есть, вот это, вот, допустим, вот такая вот ситуация Естественно, люди, вот поэтому все время прикладываются Если женщина говорит нет, значит, она имеет в виду да То есть, ну, как бы, и все время вечные приколы, что женщины все время говорят наоборот Но тоже нельзя Это вот, опять же, да, вот Общественный тупой клише, что все женщины такие На самом деле, очень много женщин, наверное, более таким вот С мужским складом ума Мне кажется, вот, я в себе это иногда замечаю То есть, если я говорю да-да, нет-нет То есть, я не очень люблю вот эти вот подводные эти Качели, да Да, но все равно, как бы, я женщина, и подсознание берет вверх И такие моменты все равно бывают Но в целом, как бы, да-да, нет-нет Так что, правильно-то, как надо делать-то? Ну, как бы, совет мужикам, да? Ну да, а что? Нет, так вот это вот уже у нас отжиг пошел Да, то есть, ну, просто Так, правильно, их добиваться С одной стороны, да, если мужчины начнут понимать женщин Это будет полный пиздец, извиняюсь за выражение Если, вот, как говорится, если ты начал понимать женщин Реально, это что-то не то с тобой Ну, потому что, значит, у тебя мышление уже женское пошло Не дай бог ты еще и... ладно Ну да, там рядом уже, да Да, то есть, ну вот, поэтому Как бы, в этом и суть Как бы, в этом и прелесть отношений Что вечное недопонимание И вечный, вот, страх, да, какой-то вот Просто, я не знаю, это тоже, вот, наверное Больше уже, как каждый случай Каждая пара уникальная Об этом надо говорить И вот все время работать над этим Как бы, все, что я могу сказать Нет определенных советов Если она сказала это, она имеет в виду это Надо делать то-то-то, и вы будете жить долго и счастливо Такого нету, в общем Короче, чуваки, я пока что понял Надо работать над этим, но... Как работать, непонятно, да Как работать, непонятно, да А вот это, вот, много инсинуаций Там, вот, про, ну, там Когда должен, там, случиться секс, да Там, на первом свидании Ой, это вообще тема Это ржака полная Да, ну, про ржаку, да Если можно Да, допустим, есть такое Правило трех свиданий Я даже не могу, как бы, без смеха это говорить Это смешно, потому что Я даю только на третьем свидании Я даю только на пятом, блин, по этой логике А мне вот цифра шесть Приходи сразу на третье Ну, в общем, очень, и самое, вот, мы смеемся, да, но у многих женщин Такой принцип в жизни есть Ну, как бы, как бы это смешно не было Ну, а чем цифра три, в смысле, вот Честно? Не понимаю Ну, вот, в общем, просто А почему, вот, ну, как бы, женщины, почему этим руководствуются? Потому что думают, как бы, ну, секс на первом свидании Это нельзя Это табу Это, вот, что обо мне скажут люди Что он скажет обо мне У него потеряется интерес ко мне Ну, то есть, реально, опять же, какая-то глупость А если интерес потеряется на три дня позже, это не страшно Главное, он же на трех свиданиях побыл, да, то есть, это, наверное, я не знаю, может быть, если он борется тебя после третьего свидания, это, наверное, лучше, чем после первого Я не понимаю этого Как бы, лично мое мнение, чем раньше, тем лучшее, как бы, время, это экономия времени, на самом деле, да? То есть В честь зерпаля Ну, да, не, я вообще тоже так всегда думал Нахрена вот эта вот Не, ну, с одной Конфлик Конфеты, шоколадки Ну, с одной стороны, да, в этом есть прелесть Как бы Вот В этом есть прелесть, если в этом действительно есть прелесть То есть, если люди три раза смогут это сделать красиво, да, то, ну, можно делать это и пять, и шесть раз И пускай будет красиво Это может всегда продолжаться Всю жизнь Вот это и есть работа вот над отношениями Нет, я вот абсолютно То есть, не так, чтобы просто первый раз, чтобы добиться ее, да, чтобы уложить ее в постель и бросить А так, если это всегда продолжается, как бы, ну, как бы, в отношениях это нормально, то это, конечно, хорошо И вот, вернемся к правилам трех свиданий Вот, в общем, как бы, чем руководствуются женщины, когда думают так, да Или вот, ну, правило, пяти свиданий тоже у кого-то есть Или у кого-то, там, мы должны месяц повстречаться Ну, то есть, в принципе, не важно, какое время Месяц это вообще, да, жёстко Ну, приходи через месяц, то же самое Жёстко, по-моему То есть, ну, просто, не важны сроки, важна суть того, что, как бы, люди заключают себя в рамке определенного времени не спать, а потом спать На самом деле, ну А вообще, вот это спать, вообще, что это? Вот, почему все женщины думают, что, ну, не знаю, думают или не думают, ну, вот, раз они там уже даже вывели вот эту градацию, когда там дать, да То, с чего они вообще думали? Думают, что вот это самое главное Вот именно Мне кажется, это тоже заблуждение На самом деле, я вот тоже заметила, да, что вообще значение секса в жизни преувеличено То есть, к нему просто Извините, Саня Я просто нарезку сейчас тут делаю Я вообще думаю, что значение секса в жизни преувеличено Ну, это правда Это моё личное мнение, да? Нет, я нормально В общем, просто, допустим, вот вспомнить наше детство, да? Когда мы учились в школе, то есть, секс был табу Ну, как бы, тем более в Союзе Я уже, конечно, делом побоялся, что сейчас случаи о сексе из детства начнут Я вот уже, хорошо, что он был табу Да, в Союзе секса не было Не было Допустим, и всё это время нас, как бы, запрещали об этом говорить Это слово даже никто не употреблял, да? В кино, если ты сидишь с родителями смотришь, кто-то целуется Ты так краснешь, глаз не опускаешь То есть, ну, как бы, и с родителями об этом не поговоришь И, как бы, когда тебя вот так в рамке зажимают Чем больше человеку что-то запрещают, тем больше этому хочется, да? Ну, это вообще принято, это понятно, это психология человека И когда его всё время вот говорят, что это нельзя, нельзя, нельзя Естественно, человек в раннем возрасте начинает это пробовать Если это нельзя, значит, что-то в нём есть Если взрослые этим занимаются, дети не дают, значит, это признак зрелости То есть, не каждый, вот, обычно в подростковом возрасте хочет, как бы, раньше, да, этим заняться Чтобы, это для детей, вот, признак зрелости Признак того, что ты взрослый, что ты крут, да? Если ты, там, среди своих друзей, ты ещё, там, я не знаю, девственник Ну, вот, среди пацанов, то ты лох, да? Ну, как бы, вот такие вот выражения И люди начинают это пробовать, начинают этим болеть То есть, ну, и считают, что это смысл жизни То есть, для кого-то это, прям, как бы, перерастает, вот, смысл жизни И именно за счёт этого, наверное, вот, уже в подсознании просто закладывается Что, вот, что-то было нельзя, значит, это что-то такое серьёзное Это такое грандиозное Или очень много потом, вот, допустим, сейчас, вот, ну, рекламы Вот, всё равно основано на сексе, да? Потому что на людей это притягивает Очень много всяких статей Если журнал какой-то выходит на главную какую-то, какая-то статья про секс Секс вот такими буквами То есть, ну, человеку сразу это И человек, как бы, начинает всё это читать Везде секс, везде этот секс И, как бы, допустим, он думает, что это действительно что-то такое святое Что-то такое, а, прям, сверхъестественное Да Потом, со временем Он начинает этим заниматься Нет, он занимается, он этим болеет Но, реально, как бы, к нормальному человеку в это время приходит понятие, что Ну, секс, секс, и что? Ну, да, это хорошо Но это не смысл жизни Это не что-то такое сверхъестественное Там, чтобы, я не знаю, быть, как бы, выше всех потребностей в жизни, да? Когда ты очень долго хочешь ссать, и ты постышь, тоже хорошо, на самом деле, правильно? Ну, никто же это не превозносит Ну, логично Но, хотя... После этой программы, я думаю, чучело серий кавы начнут сжигать Как бы Ну, в общем, вот, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, почему женщины-то к этому относятся То есть, ну, как бы, вот, из-за того, что значение его преувеличено Плюс еще того, что всегда это было под табу, под запретом И все время родители девочкам говорили выходить девочкой замуж Потому что иначе тебя никто замуж не возьмет То есть, эту фразу слышали все Эту фразу, это пропагандируется везде Во всяких там сказках, начиная с детства, да? Ну, не то, что всяких фильмах Каких-то там, ой, там, она не девочка, да пиздец какой, да? Ну, как бы... Не, ну, в сказках, в сказках что-то там Не, не в сказках я имею в виду Да пиздец какой Тебе сейчас какие сказки Ну, господи, вы поняли меня Не, ну, я-то понял, да Главное, видите, я всегда Еще когда, ну, веду интервью, да? То есть, я же читаю эти комменты, походу, пишу Которые, ну, в смысле, я прям уже многие знаю Вот Нет Да, да, хрен с ним Ну, вот, то есть, получается, я сейчас закончу мысль, да? То есть, в подсознании закладывается, что... Не боюсь, бля Не бойтесь Я хочу закончить Пожалуйста, пожалуйста В общем, когда вот в подсознании закладывается, что это плохо Естественно, все женщины думают, что это плохо И что если переспать с парнем на первом свидании, то все, отношение пришел конец И это, на самом деле, большая проблема, потому что вот мы сейчас смеемся Но ко мне, я не знаю, я, может быть, выгляжу как какая-то опытная, там, я не знаю, в отношениях человек Но ко мне очень многие приходят именно с таким вопросом Вот как бы, как-то, как ты думаешь, там, спать с ним на первом свидании или не спать Ну, в смысле, консультируются, да? Да, консультируются, подруги, знакомые очень много Вы вот сегодня проводили грозничную торговлю Ну, непросто Ну, черт подери, вот мне кажется, вот зая про продажи Вот это интереснее Ну, в общем, то есть, очень многие женщины этим задаются Это действительно какая-то проблема, потому что они об этом думают, переживают В пальцах выкидывают, вот, 50 на 50 Ну, вот, и я тоже, я не могу сказать, да, допустим, да, идите, делайте это Или нет, не делайте Потому что, во-первых, я сама по себе не люблю советовать людям в жизнь, там, в душу лезть, да? Потому что мало ли, какие у них там отношения с этим человеком Да, там же непонятная возможность И то есть я просто, как бы, каждый человек основывается на своих принципах это делать Для кого-то есть, допустим, свои принципы Вот, допустим, правило трех свиданий, он нарушает это, допустим А потом начинает корить себя Очень много таких женщин, которые занимаются самобичеванием Грузятся, весь день как мясо лежат вот такие С такими глазами, что случилось, да? Вот там, ну, с парнем на первом пистане переспала Ну и что? В смысле, это трагедия? Да, это трагедия, все, он же, он там, он вечером не позвонил Все, все, это вообще, он меня, наверное, бросил Нет, ну, это все-таки вот другая галактика, да? Да, то есть, ну, как бы, видите? Вот я там грузиться, позвонил, не позвонил Вот именно, не позвонил Ари Ведерчи, малыш Ну, если оно пошло Нет, а если нет, подожди, ну, а вдруг запарился просто Еще же вы проведите сначала парням эту ликвидацию безграмостности Что когда, я так понял эту формулу Если тебе дали на первом свидании, то вечером позвонить надо Если ты хочешь продолжение отношений, позвони Не хочешь, не звони, как бы Ну, то есть, многие парни тоже этого не понимают Хорошо, ну, я запомню, ну, мне в мои 37 лет, в общем-то, уже может и не надо Да, ну, вообще Я сейчас вот говорю именно со стороны женщин, что это очень проблематично, что они переживают из-за этого на самом деле Не все, конечно, но вот большинство То есть, ой, ну, как бы И поэтому все время вот такой вот вопрос Спать или не спать на первом свидании? Плюс, конечно, я не... Допустим, есть такие все равно мужчины тоже Наверное, какие-то пуританты, что ли, я не знаю Ну, ой, она дала на первом свидании, она шлюха То есть, ну, как бы такое тоже есть От этого никуда не денешься Или есть такие, которые там... Не, ну, они в зависимости от того, чего они хотят Вот именно Не, ну, все равно, как бы Если же, допустим, он там хотел серьезных отношений И для него показалось, что она дала слишком рано, да А она в него влюбилась Ну, таких же много, например Ну, просто, как бы... Вот, 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 посмотрите, какой у меня мультиблок интересный Вот, я сейчас сижу и думаю Я просто у меня чередой вот эти все люди приходят, да Там, вот эти на интервью Посмотрите, там 54 человека, да И они же все разные, там, каждый своим прибабахом, да Вот, и никто ни разу не задавался, да То есть, а, как бы, что чувствует человек, когда ему вынесли мозг там 54 раза, да Ну, вот, как бы, причем, ну, так, каждый старается по-своему. Интересно. А вот эти вот есть, я про тех понял. Которые такие вот плейбой. Как им удается этим мужчинам, я вот заметил, которые со многими женщинами умудряются поддерживать одновременно, причем кучу отношений. На самом деле есть такие. Из-за них очень много женщин страдают. Из-за них попадают все-таки женщины. Конечно. То есть очень много таких, которые там, я не знаю, обещают, ну как, встречаются параллельно с несколькими женщинами, и каждый там начинает там... Не, а они просто график вот этот, это через три дня. Ну я не знаю. Если это через, это тоже через три дня получается, через три дня будет рок-н-ролл, еще через три дня будет рок-н-ролл, и в целом такой график прикольный уже. Ну возможно, то есть как бы я не такой человек, поэтому я не знаю, как они графики вырисовывают, но как бы это факт, это есть, и женщины от них страдают очень многие, как бы я так скажу. Просто надо, ну это тоже опыт в жизни, мне кажется, как бы каждый попадал под такое, что тебя там злостно кинул парень. А его как их вычислять? Ну я не знаю, ну что вот... Ну видно же, что по движениям там... Вообще, да, просто, например, вот я, может быть, слишком цинично, да, поэтому я просто не верю, когда мне такие вещи говорят. Слышат, что там... Ну они просто любят же, вообще женщины любят ушами, да, любят, когда парни говорят комплименты, там, зайка, ты такая красивая, ты тостя, ну в общем, всякие там, кто-то вот ведется на это, кто-то ведется на бабки, приглашают в ресторан, в кино, суши, там, туда-сюда, там. То есть именно вот эти парни просто, они хорошо знают психологию, то есть они быстро улавливают, где слабость женщины, в чем, да, и начинают как бы за счет этого, да, вот долбят-долбят, и пока она не сломается. А слом в чем, собственно, в переспать, да, заключается? Не, ну если для кого-то так, да, конечно. Ну, есть же такие люди, которым именно это и нужно. И потом как бы добиваются этого и бросают женщину, и женщина потом в истерике плачет. Ну, как бы, мне кажется, если женщина все время попадается на такое, значит, она просто дура. Потому что, как бы, все, что в жизни не происходит, то есть надо извлекать из этого урок все-таки. Не знаю, может быть, я слишком как-то перегибаю палку, но я просто вообще, как бы, не поддаюсь вот таким этим вещам. Ну, там в таком, как бы, циничном, я не знаю, антагонистичном отношении можно, черт побери, пропустить и настоящее. Да, вообще, это... Может, кто и по правде будет что говорить. Может быть. А ты уже под общую к ребенку так иди в жопу. Не, ну я, конечно, стараюсь к людям каждому индивидуально подходить, но в целом... Очень грязь тонкая, да. В целом, просто, вот, я просто именно знаю таких людей, вот реально, вот, как я назвала, дур, которые каждый раз попадаются на такие вещи, каждый раз ноют, каждый раз плачут. Ну, надо же извлекать. А есть вот еще женщины, которые, вот, бывают же, как говорят, что вот мужчина может, да, там, ухаживать за женщиной, а бывает, что, как женщина сама, она выбирает, кто ей нужен и начинает вести целенаправленную политику, направленную на то, чтобы этого мужчину, собственно... Вообще, это очень распространено, просто практически всегда так, просто многие мужчины даже этого не понимают и не подозревают об этом. И это в среде женщин это нормальное поведение. То есть она, вот, вы сидите вдвоем и говорите, сейчас, вот, приговорим, и погнали там. Это правда? На самом деле, то есть, может быть, может быть... Вот для меня, например, я... Ваши вторые половинки так и сделали, просто вы этого не осознали, просто очень мудрые женщины делают так, что мужчина этого не понимает. Нет, а все говорят, там, жена это, шея куда повернет. Нет, дело не в этом, нет, 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 нет. Но все такие, так, это снисходительно к этому относятся, потому думают, что она действительно не туда, ну, не поворачивает. А как по мне, мне кажется, они разводят. Нет, вот, то есть, получается... Ай да ну. Просто они делают так, что, грубо говоря, мужчина этого не понимает, и это выглядит так, что мужчина сам это сделает. Ну, как бы, как известно, что у мужчин как бы эго, да, так, то есть, когда он сам все это делает, у него там повышает самооценку, он крут. И умные женщины делают так, все сами делают, но преподносит так, что это мужчина делает. Вообще жесть. Это же какой надо иметь витиеватый мозг разводной. У женщин он так и устроен, что мы к этому привержены. У нас это легко получается в целом, чем у мужчин. Вообще, да? Разводят. Как работать в такой обстановке? Ну, то есть, как бы, вот так вот, да? Это правда, я соглашусь. Я доволен сегодняшней нашей беседой. То есть, не потому, что там мы сегодня про мужчин, про женщин поговорили, а потому что не устаю я убеждаться, что у нас, вот, если мы говорим о Казнете, да, то есть, там, я не знаю, ну, вот, интернет-люди, то есть, я не устаю им удивляться, вот, не устаю радоваться вообще, что они есть. Вот. Потому что можно там по-разному относиться, да, к каким-то там, допустим, вашим высказываниям, но одно очевидно для меня и ясно, что люди интересные, люди, там, как бы, яркие, люди талантливые. Вот. И это дорогого стоит. Я вам желаю всяческих успехов. Спасибо. Вот. Я вас просто, я не знаю, прошу, вот, вы начните творчеством посерьезнее заниматься и потом вдруг я начну пить, придете еще пузырь поставить. Вот. У меня глаз просто наметан, я точно знаю, кому надо, кому не надо. В вашем случае, мне кажется, надо. И продолжайте нас радовать вот такими безбашенными твитами то, что вы пишете. Спасибо большое. Было очень здорово. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.